всем привет меня зовут евгений сегодня у нас установка белый линз на рено трафик будем ставить азума 7 фары снимаются принципе без снятия бампера там частично возле крыла надо было по откручивать вытянуть решетку ну то есть вот видите уже все снято в принципе за полчаса снял две фары по установке фары будут у нас на шпильках линзы вот такие у нас фарки немаленькие буду ставить сюда на шпильки линзу и естественно маску то есть есть на фарах электрокорректор и его такая вот регулировка под звездочку лево-право то есть особо на фарах ничего нету основной косяк этих фар скажем так это хэлла и собраны они на черном поле у ритане и мало того что они на поле у ритане они просто нереальных размеров вот фара вот как пол меня поэтому я надеюсь сегодня хотя бы раскрою а не так как сопель вектор c получилось на два дня ну в общем то приступаю посмотрим поближе на данные фары что они себя представляют головной свет у нас представлен в цоколе h4 это у нас д релка насколько я понял это у нас поворотники фара достаточно большая но в ней ничего толком нету даже вот в кадр не помещается вот занимает весь стол фара так сзади у нас обычная крышечка аж четвертая лампочка полярность пока не проверял ну по идее должно быть положительное такой вот регулятор у нас лево-право я для этого буду использовать вот такую вот головку под звездочку м5 ну скажем е5 вот она сюда прекрасно наладит и мы потом сможем уже в конце если надо отрегулировать лево-право так раскрыл я первую фару уже 4 часа вечера ну как бы старался аккуратно но все равно тут кое-где стеклышко немножечко по краю немножко она потреснула все такое это огромное стекло здесь слегонца там ну в общем то в целом получилось все неплохо то есть это черный герметик он такой же как на колене 957 восьмом ну хелла тоже сделала фару сейчас надо будет подоставать вот эти вот штуки из герметика то есть ча-ча часть я уже отслоил вот и будем ковырять вторую фару забыл показать как выглядит бурт после распаковки бурт выглядит вполне себе жизнеспособным то есть бурт абсолютно целый остался но на данной фаре как видите нету ни одной защелки то есть она стояла вот на таких скобках как степлер поэтому я думаю что будем садить на полиуретановый герметик потому что защелок нету защелок нет значит бутил будет плохо держать даже если он будет хороший делать кучу саморезов сверлить там по всему периметру неохота поэтому в клею на полиуретан то есть фара внутри все чистенькая красивенькая блестящая черная модная гламурная вот ну по факту там все очень и очень примитивно после того как раскрыли фару надо вычистить герметик ну я бы его сразу и не вычищал если бы я смог достать вот эту вот маску герметик настолько жесткий что не позволяет вытянуть вот эти ноги которые заехали туда то есть и они очень глубоко сидят в общем сначала я убираю герметик а потом только смогу вытянуть вот эту вот маску то есть сейчас мы я вам покажу как я это делаю то есть в таких фарах не знаю много ли таких видео есть в интернете я за этим не следил то есть я уже вот вычистил немножко герметика видите он полностью как резина тут главное его зацепить и начать тянуть усилия надо прикладывать довольно хорошие и самое главное здесь не надо дергать резко либо там пробовать вырезать его стамесками потому что это гиблое дело то есть в чем прикол этого халовского герметика его можно вытянуть практически цельным куском видео где я поднимаю таким герметиком гирю 32 килограмма можете заценить у меня на канале еще качество было не очень видео но смысл понятен там будет ссылочку я оставлю сверху ну вот короче тяну вот так вот напрягаюсь и тяну можно вот так немножко двигать не факт что сейчас все классно с первого дубля потому что у меня повтором нету то есть надо тянуть и держать держим да я вот вижу она прицепился герметик к маске надо чуть-чуть отверткой небольшой отслоить от этой маски чтобы он уже дальше по пазу шел но герметик такой реально неубиваемый я не понимаю честно говоря этих производителей просто все сделано так чтобы туда никто не лазил никогда разбил фару в которой ничего нету ну по факту три лампочки и все ну ничего нету в этой фаре я понимаю там фары еще cayenne там и либо full леды какие-нибудь обычно дрыщевая фара хер пойми какого размера огромного зачем она такая надо и вот такой злой герметик ну отслоила чуть-чуть от маски тяну дальше вот он раз сразу 10 сантиметров а если стамеской вырезать до час можно сидеть его там выковыривать то есть его реально вот так вот минут за 15 весь опять вот у нас вот этих заездов с масками просто тоже очень много приехали да тут без разницы самом деле с какого края тянуть тут еще этих заездов целая куча вообще не буду на камеру весь процесс этот снимать потому что еще он может 10 15 минут 20 занять ну смысл смысл вы поняли надо тянуть то есть и вот он реально цельным куском вот так вот вытягивается где надо чуть-чуть там помочь отверточкой в общем ковыряю вытягиваю и буду распаковывать вторую фару так раскрыла вторую фару пришлось не тоже достаточно повозиться в принципе управился за два с половиной часа сейчас уже пол восьмого вечера он первая фара вот вторая вот кучка резины которая нереально плотная то есть вот видно даже как степлер заводской пробивал этот герметик и она приняла форму в общем завтра буду дальше уже тут бороться с этой машиной сниму отражатели и буду на шпильке ставить азума 7 подпишитесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снял я отражатель Снимается он Довольно таки не сложно Сначала Проворачивается корректор Вытягивается шарик из этой клипсы Дальше прогрел фенчиком Чтобы Немножко пластик не такой дубовый был Шарик стационарный Который над корректором То есть он не регулировочный Просто защелкивается в него и все И здесь сдвигается Потом Вбок весь отражатель Сейчас буду делать разметку Под шпильки И так Разметил я Один Отражатель Примерно вот так Это выглядит То есть я не использую Юстировочную плиту Потому что По своему опыту В большинстве случаев Она Плохо сюда встанет Здесь очень большой скос И там То что я увидел Как она выглядит Эта плита Она просто не очень Здесь будет становиться Я может быть ее со временем Как-нибудь куплю Когда разбогатею А пока что Обходимся Без этой штуки То есть я беру У меня есть Линзы Профессионал Разбираю их То есть я не каждый день Ставлю линзы на шпильки Поэтому в принципе Такой вариант мне подходит То есть Вот разобрал Вот так притулил Естественно Я смотрю Чтобы все максимально ровно было То есть Я знаю Что вот Центр здесь То есть Глаз алмаз И все дела Короче Беру вот такое вот шило И прикладываю Рамочку И через дырки Где винты будут Так вот шельцом Как бы набиваю Чуть-чуть Место То есть керню Скажем так То есть Ну вот Дальше я разметил Пометил маркером То есть в принципе Вот Получился Вот такой вот Результат Сейчас Сделаю При вас Как бы Разметку Для второго Отражателя Я его еще на стенке Не тестировал Сразу Предварительно Сделаю разметку То есть У нас Вроде как Нижняя часть Отражателя Горизонтальная Поэтому Я немного И по ней Ориентируюсь Но В основном Я смотрю на Линии Которые на самом Отражателе То есть Вот эта вот Линия Она именно Дает Цветотеневую Границу Поэтому Стараюсь Так смотреть Чтобы был Горизонт В моих глазах То есть По центру Вот Размечаю Выглядит Это конечно Немного Колхозно Согласен Но Совсем Этот вариант Исключать Нельзя То есть Вот так Набил Отверстие То есть Я смотрю Чтобы было Ровно так Ровно Вот так То есть Уже Я на них Насмотрелся На эти Отражатели И далеко Не первый раз Я это так Делаю Потому что Все равно Приходится Отверстие Немножко Потом Расширять И фиксировать Линзы Проворачивать Их То есть Видеал Все равно Я бывало Такое Выставляю Видеал По отражателю То есть Свет на стене Идеальный Ставлю Проверять На машину А горизонтом Хер пойми какой Короче Приходится Все Переделывать Поэтому Первичная Примерка Выглядит Вот так Вот То есть Я смотрю Через вот эти Отверстия Там где Я накернил Вот это Конечно У нас тут Самая Дальняя Дырка Вот Ну В принципе Вот Получились Вот такие Меточки У меня Дальше Для Наглядности Вот так Точки Просто Ставлю То я На том Отражателе Показал Просто Как оно Выглядит Так Вот Точки Дальше Сейчас Я возьму Вот Такую Вот Короночку На 4 Сейчас Я ее Сфокусируюсь Вот Такая Коронка Алмазная На 4 И Ей Буду Сверлить Отверстие В Отражателе Все Вот Это Керамические Отражатели У них Всегда Много Пыли Поэтому Стараюсь Сильно Над Столом Не Пылить Потому Что Коврики Все Остальное Не Знаю Это Видно Или Нет Сейчас Попробую Так Вот Его Чуть Чуть Развернуть Вот Так Чтобы Было Понятнее Как Чего Происходит То Стараюсь Вертикально Смотреть И Немножко Разрабатываю Отверстие У нас Очень Острый Угол Поэтому Дырка Такая Продольная Получается Делаю Остальные Здесь Здесь У нас Попадает Как раз В Ребро В Ребро Попадает Вот В это Вот Ну Все равно Сейчас Попробую Аккуратно Как-то Лучше Книзу Делать Эту Дырку Книзу Вот Сюда Потому Что Если Мы Будем Ставить Линзу То Лучше Пусть Она Будет Немножко Вот Так Провернута Чем В Обратку То Лучше Пусть Шпильки Вот Будут Чем Вот Так Ну Вот Предварительно Я Просверлил Отверстие Тот Второй Отражатель Я Уже Разметил Поэтому Сейчас Что Я Делаю Я Беру Длинные Винты На Которые В принципе Я Буду Садить Линзу И Прикручиваю К Этой Рамке И Получится Такие Четыре Шпильки И Я Буду Предварительно Подгонять Отверстие В Отражателе Чтобы Оно Все Проходило То Так Вот Легко Выходило Заходило Входит И Выходит Вот И Тогда Я Точно Буду Знать Что Регулировать У Меня Будет Немножко Степень Свободы Я Смогу Линзу Немножко Проворачивать Регулировать То Если Я Начну Сразу Лепить Линзу Туда То Скорее Всего Отверстия Не Совпадут Поэтому Я Сейчас Просто Возьму Шпильки М4 Вот Такие Вот Я Использую Винты На 70 миллиметров м4 накручиваем гаечку теперь вот эту вот штуку я буду примерять вот сюда как видим немножко не проходит у меня то есть верхние в принципе проходят нормально правая тоже скорее всего проходит левая немножко у нас не совпадает просится вверх вот из-за вот этого вот ребра из-за того что коронка ну либо сверлом бы сверлили она все равно бы сюда стремилась поэтому сейчас надо вверх немножко вот это вот дело распилить но сейчас можно попробовать вот так с этой стороны вставить да явно видно что три отверстия совпадают вот это вот где ребро оно не совпадает и просится вверх и в сторону чуть-чуть да тут все не совсем просто так попробую кая засверлиться с этой стороны так будет не виднее и понятнее пересверлил и отверстие прям все как в кино да вот прям удачно все проходит так ну вот в принципе зашла эта рамка но немножко степени свободы нету то сейчас надо немножечко еще отверстие это разработать вот она немножко под застряла гадство так берем турбо режим теперь вставляем проверяем вот теперь все достаточно легко входит выходит и должно быть более менее горизонтально ну уже не буду на этом акцентировать принципе я показал дальше на шпильки сюда винты вставляем одеваем шланг очки резиночки трубочки там кто силиконовые трубки использовать мне понравились газовые шланги они достаточно жесткие то есть если их затянул то они не прослабятся там со временем в принципе то есть их там четко можно подрезать и соответственно выставлять нужный угол длину и все остальное вот теперь у нас она входит выходит и я смогу в случае чего вверх вниз немножко сыграть линзу то есть выставить в нужное мне положение так ну да и теперь осталось высверлить максимально большое отверстие под линзу азум вот так выставил я отражатель пришлось немножко с тисочками поиграться потому что отражатель у нас под 45 градусов примерно зафиксировал его малярским скотчем отметил горизонт сейчас буду выключать высверливать и в то же место буду выставлять линзу итак запилила первую линзу сейчас буду примерять вторую делать вот так выглядит линза на шпильках полярность положительная диодом сделаю переключение между ближним и дальним здесь все четко по прибору единственное вторую еще не сделал но сегодня по-любому я их соберу потому что завтра надо делать бронеплёнку на них итак 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сегодня третий день безудержного веселья. Вот так выглядят фары после сборки. Сегодня по плану это сделать их в бронепленку. Фары достаточно большие и, в принципе, достаточно выпуклые. Посмотрим поближе, как они выглядят с более близкого расстояния. Попробую сфокусироваться, но не очень получается. Фары имеют скольчики. Вот на этой фаре больше видно. То есть они немножко грязные. После сборки я их там не отмывал. Ну вот есть царапины. В общем, буду приводить их в порядок, чтобы они были максимально прозрачными. Плохо видно, сколы, конечно. Вот, приступаем. ПОДПИСЫВАЮЩИЕ ПОДПИСЫВАЮЩИЕ СИГНАЛЫ МЕМАИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 И до новых встреч Всем пока! DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok